Министерство труда рассматривает возможные ограничения на трудоустройство релакантов при превышении ожидаемого порога. Об этом в кулуарах Мажелеса заявила глава ведомства Тамара Дуйсенова. Она отметила, что согласно обязательствам в рамках ЕАЭС, российские специалисты могут приехать в Казахстан без разрешения и работать. Однако это не должно влиять на национальную безопасность страны, подчеркнула Дуйсенова. Еще два дня назад число желающих работать в Казахстане превышало 6,5 тысяч, сегодня их больше 5 тысяч. Цифры будут меняться каждый день, отметила министр. Например, когда мы приглашаем иностранных граждан, мы им говорим, здесь должны работать 97% казахстанцев и 3% иностранцев. Точно так же мы можем сказать 99% казахстанцев и 1% граждан Евразийского союза. Сейчас у нас работает больше 8 миллионов граждан. Если 90% из них будут гражданами России, то их прием на работу будет немедленно остановлен. Приезжим из России предложат невостребованные у казахстанцев рабочие места. Речь идет о сезонных работах, в том числе в строительной сфере. Однако в приоритете все же будет местное население. Об этом заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров. В целом, глава ведомства считает, что приток дополнительных специалистов – это неплохая тенденция, которая увеличит спрос и конкуренцию на рынке труда. Однако речь идет о частных компаниях, подчеркнул Куантыров. В госструктурах, которые затрагивают интересы государства, релаканты работать не будут. Есть же определенные квоты на иностранную рабочую силу, но в рамках ЕАЭС там свободное передвижение кадров. Но с другой стороны, налоги они будут платить, я думаю, такие же, согласно налоговому кодексу Республики Казахстан. А в целом, с учетом роста экономики, с учетом новых инвестиций, релокации компаний, я думаю, приток, какой-то определенный процент притока иностранной квалифицированной рабочей силы, он логичен.